Друзья, всем привет! Как вы догадались, уже есть заголовка видеоролика. Сегодня речь пойдет о нашей новой покупке BMW 5 серии в кузове F10. Вот этот автомобиль 2016 года выпуска. Пробег на нем 37 тысяч километров. Я второй владелец. А это говорит о том, что прямо сейчас вы смотрите первую серию дневника 5 серии BMW, в которой я вам буду рассказывать на своем личном опыте, что же такое BMW с пробегом. Ведь многие говорят, что BMW это ломучье говно. Покупать его на вторичке не стоит. Можно хапнуть, можно очень много вложить денег. Я ко всему подготовился. Я изучил этот вопрос детально. Поэтому прямо сейчас я вам расскажу, почему я купил эту машину. Поймите правильно. Все проверяю на своей шкуре. Поэтому пишите комментарии, все, что вы думаете по машине. Давайте ваши рекомендации, давайте ваши советы. На основании этого мы снимем вторую серию. Прежде чем мы начнем, друзья, пятерочка BMW. Как говорится, ломучье говно. Хорошего машину на три буквы не назовут. Для того, чтобы у блондина были в кармане денежки на ее содержание, нам нужно посмотреть коротенькую рекламную паузу. После чего мы продолжим. Парни, у меня есть коротенькая, но реально полезная для вас информация. Есть такой Макс Сиделев, который живет в Сибири и уехал он туда, чтобы заниматься ручной работой. Ручных дел мастер, что он там делает, спросишь ты. Он занимается кожаными изделиями. То есть он может сделать тебе кошелечек, он может сделать ремень, сумку. Любой продукт ручной работы. Вот с одной стороны ты скажешь сейчас, Димон, ну что какой-то кошелек? Не, нифига, ты просто продумай, ты вникнешь в это. Вот эти вещи сделаны настолько качественно, что если бы это был бы Heritage типа Louis Vuitton, вот этот кошелек бы стоил бы 1050. А так на деле все эти товары стоят приемлемых денег. Сколько чего я вам сейчас ввожу на экран. Более того, естественно, оставлю ссылочку в описании, зайдите почитать. Так, например, у друга Днюху подарить ему кошелечек, 3000 рублей ручной работы, пожалуйста, приехал, подарил. Все приходит в реально крутых упаковках. То есть все это запаковано, открываешь, знаешь, такой шарм некий присутствует, покупаешь действительно новую вещь. Во-вторых, вот я, когда мне прислали две вещи, да, вот это портмоне я оставил на осень, потому что будут здесь денежки, карточки и так далее. Сейчас я хожу вот с таким кошелечком маленьким. Открыл его сюда, денежку положил, сюда я карточку вставляю. Все, в карман кладешь, это действительно очень удобно. То есть, понимаешь, тебя это не напрягает. Во-вторых, все вещи, ну, прикольно, действительно, ты чувствуешь качество работы. Более того, все те, кто хотят такую-то, там, индивидуальную крутую вещь, сумку, не знаю, там, ремень именной, пожалуйста, это все к Максу. Макс действительно может сделать крутые вещи, естественно, они будут подороже, но они будут вообще индивидуальны. Качество вкроется в деталях. Вот так вам сейчас показывать на камеру, крутить, вертеть, вы не поймете. Когда я получил, посмотрел, понюхал, то есть, проникся, зашел к нему на сайт, почитал его статьи, я понял, тоже действительно крутые вещи. То есть, можно там раз в три месяца, условно, что-то себе новенькое заказывать. Для тех, кто действительно любит ручную работу для педантов, для кого важно, чтобы все было ровненько, хорошая строчка. В общем, если вдруг вам нужна ручная работа, как для личного использования, так и кому-то в подарок, ссылочки оставляю в описании. За качество работы реально можно ручаться. То есть, получите, попользуйтесь и потом сами сделайте свой позитивный отзыв. Макс Сиделев, Heritage, ручная работа. Все полезные ссылки остаются в описании. Давайте я вас познакомлю с автомобилем, что я купил и почему. Это 520-я бензиновая версия с M-пакетом. Покупаю автомобиль, что на нем уже было. В первую очередь, первый владелец установил переднюю камеру, заднюю камеру. Здесь стоит большой многофункциональный дисплей, о котором я вам расскажу чуть позже подробнее. Но это планшет на андроиде, который может все. Интернет может смотреть, карты, навигацию с пробками. В общем, он прорисован так, что под оригинал BMW. В машине установлен уже встроенный скрытый видеорегистратор. Таким образом, мне мои регистраторы, которых у меня в огромном количестве больше не нужно. Передняя часть автомобиля вот так вот полностью затянута в пленку. В остальном, все по машине идет штатное. Машину не чиповали, на машине ездил один человек, продавал он ее в связи с переездом за границу. Куда, чего, не имеет никакого значения. Многих интересовал вопрос цены. Я делал публикацию в инстаграм нашего канала, в которую я вас регулярно призываю подписаться, потому что там мы публикуем все свежие новости. Так вот, многие спрашивали, сколько, сколько, сколько. Друзья, вот давайте я вам сейчас детально разложу, почему такая цена на автомобиль. Изначально владелец просил за него 1 миллион 840 тысяч рублей. С учетом того, что стоит вот это многофункциональное устройство. Если бы он его снял, 1 миллион 800. Я с ним сторговался до цены 1 миллион 700 тысяч рублей. Кто-то скажет, это дорого. Парни, вот эта машина до конца года, во-первых, еще на гарантии. Я был у официального дилера, по машине вопросов никаких нет. Как я ее подбирал? В первую очередь, я сам рылся на автору, на других сайтах. Машин действительно очень мало. Если вам кажется, что вы сейчас зайдете, огромный ассортимент. На самом деле, половина машин в залоге, половина машин после ДТП. Проблемные машины с большим пробегом. У меня было четкое требование, чтобы машина была именно в М-пакете. Чтобы машина была белого цвета. И чтобы машина была от 16-го года. Потому что я хотел на момент покупки еще полгодика иметь возможность перестраховаться и оставаться на гарантии. Когда я покупал Тойоту Камри, я обращался к Эльдару Автоподбор. Он мне выделял человека, который помогал мне найти машину, посмотреть машину, провести сделку, чтобы не было никаких проблем. Я остался полностью доволен. В этот раз я обратился к Асафьеву Стасу, компании Автопрагмат. Он точно так же выделил мне человека, который помогал мне смотреть этот автомобиль. Когда он приехал, Макс, привет. Отличный человек. То есть, понимаете, я пришел, думаю, блин, ну вот оно, то самое сочетание, которое я хотел. Человек ходил, каждый скол, который он находил, какие-то там малейшие притертости, ниточка по салону. Он везде говорил, вот, 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 смотри. Потому что если мы покупаем автомобиль за миллион семьсот, состояние должно быть близкое к идеалу. По технической части мы отправились в специализированный сервис, так называемый Мир БМВ. Где ребята, которые только специализируются на ремонте этих автомобилей, осмотрели полностью машину, ходовую часть, кузовщину. Ну, хотя машина по всем базам данных, да и вообще по пробегу, по статистике, в ДТП ни в каких не участвовала. Точно так же мы посмотрели мотор. Потому что для меня лично самое главное было это состояние мотора, состояние коробки, ходовой части. Посмотрели эндоскопом мотор на задиры по цилиндрам, никаких предпосылов не было. Но мотор, это интересно. После того, как я убедился, что машина в хорошем техническом состоянии, мы отправились на сделку. Опять-таки подчеркиваю, что Максим полностью все помог. Понимаете, я и сам бы мог все сделать. Но одна голова хорошо, а две головы лучше. Я вас также призываю, когда вы покупаете автомобиль, каким бы вы себя специалистом там не считали. В любом случае обращайтесь к людям, чтобы они вам точно так же помогали. Поэтому Стасу, Асафьеву, Максу и Автопрагмату огромное спасибо, что помогли мне найти автомобиль, в котором я на сегодняшний день уверен, что с ним проблем никаких не будет. Многие мне писали, Димон, если будешь брать BMW 5 серии, то бери только трехлитровый дизель. Друзья, давайте я вам сразу отвечу на ваш вопрос. Я прекрасно знаю о том, что трехлитровый дизель это хороший мотор, надежный мотор, у которого хороший крутящий момент, хорошая тяга, небольшой расход топлива. Но этот автомобиль идет в первую очередь с системой полного привода X-Drive раз. Этот автомобиль идет без M-пакета 2, то есть найти его с M-пакетом это будет нелегко. А мне M-пакет почему-то уж очень сильно понравился, я хотел его видеть на машине. Третий момент. У него 258 лошадиных сил. Из 8 сил, соответственно, переплаты по налогу я бы не хотел. И самое главное, по поломкам. Система полного привода, ну на самом деле, сколько я не читал, меня она настораживает. Привода 80-100 тысяч рублей запросто могут полететь, придется вкладываться. Вы не забывайте о том, что я второй владелец, на меня гарантия буквально полгода и все, дальше все за свой счет. Далее, раздатка. Если будут проблемы с раздаткой, это примерно 200 тысяч рублей. Опять-таки, полный привод, хороший крутящий момент, мощность. Для кого это нужно? Это нужно для тех, кто катается по автобанам, по трассам, много проезжает. Если вы запрыгнете сегодня, на вторичку будете искать вот 3 литра дизель, то вы увидите, что машина 2-3 годовала, иду с пробегом 128, 150, 168 тысяч километров. Я нашел одну машину с пробегом до 30 тысяч километров. Знаете, сколько она стоит? 2 миллиона 750 тысяч. 2016 года. Даже если предположить, что мы приехали с человеком, торганулись до 2,5 миллионов, для меня это дорого. За вторичный автомобиль 2,5 сегодня я отдать был не готов. Да и вообще, все те предпосылы, которые могут быть, меня настораживают. То есть, отдаю изначально больше денег, за налог переплачиваю, мощь. Ну, куда она мне нужна? Я в основном сейчас катаюсь по городу. То есть, 3 литра дизель для меня отпал. И вообще, в целом, всем, кто хочет купить автомобиль, я бы посоветовал несколько раз подумать, все взвесить. Стоит ли вам покупать 4-5-летний BMW с таким мотором? Потому что нарваться на проблемы по ремонту, это, как говорится, запросто. Далее, все моторы из серии 540, ну и так далее. Я, естественно, не рассматривал силы того, что мне это не нужно. В идеале я хотел найти 520 с дизельным мотором, но в М-пакете. К сожалению, на момент поиска таких автомобилей не было. Как правило, это немецкая сборка, которая собиралась под заказ. В большинстве своем идет версия 520 бензиновая с М-пакетом. Значит, на момент поиска средняя цена автомобиля от 2016 года составляла 1 550 000 и выше. То есть, 1 550 000-1 800 000, вот в этом диапазоне. Все зависело от состояния и от пробега. И зачастую 1 600 000, 1 650 000 это автомобиль без М-пакета. Почему я постоянно говорю по слову М-пакет? Друзья, вот вы зайдите, посмотрите, даже я вам сейчас выведу на экран. Ну, не так машина смотрится. То есть, я смотрел по городу, катался в потоке. Вообще нету, ну, как-то скучно. А я молодой, мне хочется, чтобы автомобиль был поинтереснее, посимпатичнее. Значит, в нашем случае двухлитровый мотор N20. Когда мы приехали в мир BMW, что для меня самое главное было? Надежность мотора, что там, какой диагноз люди скажут. То есть, откатаю, не откатаю. Вышел такой брутальный мастер в джинсах. Здесь такая татуха, сигарета, борода. Он подошел, осмотрел автомобиль. Мы когда начали у него что-то спрашивать, он такой тихо. Пацаны, замолчите, я работаю. Он все посмотрел. После этого я ему задаю вопрос. Ну, все-таки скажите ваше мнение по мотору. На что он сказал, что-то из серии «Это лотерея». Потому что покупают люди с пробегом 10 тысяч, приезжают, уже есть проблемы с шатунами. И вообще, чего только разные поломки могут быть. Когда я спросил, что делать, ответ был прост. Вот одно и то же. Смотря, как ты будешь ездить, будешь ли ты его чиповать или не будешь ты его чиповать, надо регулярно менять масло. Нужно, в общем, чаще обслужить автомобиль, следить за ним и кататься на нем больше в спокойном режиме, нежели чем чиповки, прошивки и гонки. При этом, как вы знаете, есть у меня автомобиль у друга точно такой же, 3-7, с которым мы недавно делали заезд. Там пробег уже порядка 80 тысяч, если я не ошибаюсь. Он на нем гоняет. Ничего, никаких проблем нету. Поэтому, подчеркиваю, еще раз, лотерея как повезет. Соответственно, взвесив свои условия эксплуатации, а я езжу 80% сейчас город и 20% трасс. Вот мы сейчас находимся в городе Каширо. Здесь живут мои друзья, здесь живут мои родители. Я сюда периодически приезжаю, то есть 100 километров по трассе я путешествую, скажем так, на автомобиль. Расход на автомобиле небольшой. Сейчас в среднем показываю примерно 8-8,5 литров. Что меня пока что устраивает. Многие спрашивали, а будешь ли ты на автомобиль ставить газ? Друзья, на BMW я говорил, что газ ставить не буду. Если бы я купил джип Grand Cherokee, который я также присматривал на него, однозначно я бы поставил газ. Покупая автомобиль, сделав все диагностики, мне сделали следующие рекомендации. В первую очередь, обязательно надо было пройти техническое обслуживание официального дилера, потому что пробег уже к этому подходил. Последний раз владелец менял масло 8 тысяч назад. Собственно, мне нужно было это сделать. Почему официального дилера? Для того, чтобы продолжать оставаться на гарантии, ни с кем не бодаться. Вот что интересно. Звоню я официальному дилеру, говорю, здрасте, BMW, 2016 год, нужно пройти техническое обслуживание. Сколько стоит? Называют по телефону примерно 25 тысяч рублей. То есть нет такого 25 тысяч 414 рублей. На что я им отвечаю, слушайте, как-то дороговато. Слышу, как человек побил по калькулятору 20 тысяч рублей. После чего я ему говорю, ну слушайте, я второй владелец, столько купил, ну что-то 20 тысяч за техническое обслуживание, больно дорого. После чего мне рассказал о том, что сейчас есть множество акций, добро пожаловать в мир BMW, вы к нам приезжаете первый раз, вы только купили машину, в итоге техническое обслуживание, замены масла, фильтра, масла, в общем, все, что нужно, все, что в него входит. Мне обошлось 11 тысяч рублей. На секундочку, год, полтора назад подобное обслуживание на Мазду в дружественном мне автосервисе, автосалоне, официальном дилере обходилось 12-13 тысяч рублей. Торг уместен везде. Таким образом, первое обслуживание я сделал за 11 тысяч рублей. На этом обслуживании дилер, конечно же, сказал то, что машинка в идеале. Единственная рекомендация была это промыть радиатор и заменить антифриз. Что я сделаю? Изначально он мне сказал 14 тысяч рублей за это. Я думаю, тысяч на восемь мы с ним договоримся. Как раньше не получится, потому что здесь, опа, вот так вот все. Если вы посмотрите на морду автомобиля, то, конечно же, вы заметите следы пленки. Когда владелец купил машину, ему, естественно, дилер сказал, мы вам сейчас закатаем морду хорошей пленкой, по факту закатали обычным винилом. То есть азимут, который уже закрылся, поступал нечестно. Когда я забирал автомобиль, было заметно, что передняя часть вся в пленке, соответственно, пленка уже желтеть начинала. Я катался по различным сервисам, мойкам, и мне все говорили то же, что да ты чего, ничего не сделаешь, не полирнешь, нужно все снимать. Фары были все в царапках таких, но сама пленка. В итоге я отправился куда? Леха. Леха это человек, который живет в мытищах и который делает химчистку. Я про него говорю не для рекламы, а просто вам рассказываю ситуацию, что я делал с автомобилем. Он мне полирнул тачку, нанес керамику. Сейчас машина вся блестит. То есть такие вещи, которые колхозно поклеили, с ними уже ты ничего не сделаешь, только если снимать, переклеивать. Но работой Лехи я остался максимально доволен. Он сделал полную полировку, химчистку салона, машина стала как новая. Вот я сейчас на нее смотрю, даже со стороны вы сами посмотрите, машинка действительно блестит. Хотя в первый день морда прям была в желтизну вся, а сейчас совсем другой вид. Рекомендацией также была замена тормозных дисков и колодок передних. Значит, в сторонних сервисах за данную услугу мне назвали 24 600 рублей. Официальный дилер назвал бы, я думаю, 1040-50. Плюс-минус, я даже не стал спрашивать. Я обратился к нашему товарищу Александру, который мне регулярно помогает с запчастями. Выбрал я тормозные диски Zimmermann с колодками, которые обошлись мне 17 571 рубль. За установку в стороннем сервисе я отдал 1000 рублей. Здесь стоит резина с технологией RunFlat родная. На самом деле, вот как я и говорил всегда, фиговая резина, очень шумная. Вот ты едешь по городу, прям чувствуется от нее гул. При этом она должна быть еще и жесткая, но после того, как я пересел с Camry, с Mazda, я сейчас езжу и думаю, блин, какая же здесь крутая подвеска с точки зрения того, что комфортно. Но резина тяжелая, в любом случае, я ее хочу поменять. Цена вопроса будет порядка 28-40 тысяч рублей, смотря какую выбрать. Потому что есть китайская резина, и я это делаю с акцентом не то, что дешевая. В Китае сейчас, в принципе, достойные вещи делать, но согласитесь сами. Есть резина брендовая, которую можно купить за 70 тысяч рублей, но там 20-30 тысяч, тогда же только за бренд. Здесь резина стоит разноширокая, 245, спереди 275, сзади. И когда я только сел за автомобиль и поехал по МКАДу, вот это по колее, блин, понимаете, я сначала даже удивился, думаю, нифига себе машину, я прям раз из колеи вытаскиваю, вот так вот, знаешь, так вот раз, два, раз, два. Я думаю, блин, прикольно. После полировки руль у меня стал полностью как новый. Я поначалу, когда купил, вот многие, кто владел там BMW, либо может катались, знают, что есть такая проблема. М-рули очень быстро становятся глянцевыми. Опять-таки, солнце воздействует, выгорает, руками пользуешься, ну, трешь руль там влево-вправо. Я хотел перешивать его. Мне Леха отмыл его, вот он, пожалуйста, как новый стал. Что я хочу про него поснимать? Что я вам хочу рассказать? Вот поймите, вот даже проэкспериментировал, зайдите на YouTube, напишите BMW или вообще просто задний привод зимой эксплуатации отзыва. Нет ничего толкового. То есть, как правило, там какие-то короткие ролики, либо нарезки пятилетней давности. А ведь многие ребята смотрят сегодня, допустим, тот же самый Mercedes с задним приводом, BMW очень много с задним приводом. И эти все автомобили в первую очередь доступны. Полгода ты катаешься, вот, асфальт. Никаких бед, проблем ты не знаешь. Все самое интересное начинается зимой. В силу того, что я живу в городе Москва, плюс я езжу в область по трассе, в город Кашира, более такой провинциальный городочек. Я хочу зимой поснимать прям как можно больше такого лайва по эксплуатации. То есть, как будет моя проходить жизнь, когда выпал снежочек, когда мы поехали. Какие будут тонкости, проблемы. Пройду, возможно, какую-то школу экстремального вождения. Таким образом, смогу за эту зиму дать вам полный отзыв за владение автомобилем или там о владении автомобилем, кому как больше нравится, задним приводом. При этом я там повладеем год-полтора, может быть два, как пойдет дело. Прокачусь на нем плюс там 50 тысяч километров еще. И посмотрим, что же автомобиль из себя представляет. На данный момент, вот сегодня, я не буду делать на нем тест-драйв. Я вам не буду рассказывать, как он едет, потому что я хочу вот еще недельку-две покататься, вжиться вот именно как владелец автомобиля. И после этого вам рассказать. Потому что сегодня, как вы понимаете, все равно я еду, оп, какая-то новая кнопочка для меня, какая-то новая функция, какие-то новые возможности автомобиля. Одно дело взять, покататься и рассказать вам про подвеску. Одно и то же. Вы про это все уже все знаете. А другое дело, там через месяцок, скажем так, владения, дать на него отзыв, как владелец. Какие планы по доработке внешнего вида у меня с автомобилем? В первую очередь, я уже купил, они лежат в багажнике, черные ноздри. Я сюда повешу себе сплиттер черный, такая нижняя губа у меня будет. Я сделаю сзади выхлоп, раздвоенный под М. Я это делаю для того, чтобы машина выглядела посимпатичнее. Ни в коем случае не для того, чтобы я оказался крутым парнем. Нет, я хочу сделать так, чтобы вышел на автомобиль, посмотрел на него, и он тебе нравится. На зеркалах будут черные глянцевые накладки. Возможно, я поменяю себе диски. Сейчас стоит 18-й. Я, возможно, поставлю там 19-й, либо 20-й. Будем смотреть, потому что все это стоит денежек. Опять-таки, автомобиль я купил не на последние деньги. Соответственно, есть у меня возможность всего содержать, передвигаться, кушать. То есть, я остаюсь пока что в плюсе. Спойлер, карбоновый стоял уже при первом владельце. В общем, машинка мне нравится. Конечно же, шильдик 520i. Скорее всего, оторвем, для того, чтобы он никого не смущал. И меня тоже. В целом, вот посмотрите сами на автомобиль, вам полную картину показываю, выскажите ваше мнение. Я же знаю то, что вы все профессионалы. То, что кто-то сейчас заметит, скажет, ага, здесь что-то было битое, здесь что-то было крашеное. Там уже один человек написал, что это вообще перевертыш я купил, потому что где-то какой-то зазор не совпал. В общем, я жду ваше мнение в комментариях. Приборная панель у меня цифровая, многофункциональная. Данное устройство, я вам о нем расскажу позже, потому что оно себе совмещает очень много функций. Я пока что до конца в них даже не разобрался. Но раз кнопочку нажал, у тебя камера есть передняя. Пусть мелочь, но приятно парковаться, удобно. В общем, к машине привыкаю, вникаю в нее уже как владелец. Пока что мне все нравится, поэтому я не буду делать поспешных выводов за автомобиль. Нужно покататься, почитать ваши комментарии и на основании них снять уже вторую серию. От себя легкая рекомендация. Вот Александру, которого я покупаю запчасти, вот он раньше занимался Мазда, Хюндай, ВАК. Сегодня он уже занимается всеми запчастями. Он готовит крупный сайт. Все, что вам нужно сделать, это вот сейчас взять свой телефон, забить туда, Саша, запчасти. И как только вам что-то понадобится, ему звоните, связывайтесь, отправляете ему ВИН-номер вашего автомобиля, все. Дальше он всю работу сделает за вас. Нужен набор для ТО, пожалуйста, отправят в любой регион по России. Доставку без проблем, все это можно сделать. Если у вас новый автомобиль, вы хотите только оригинальные запчасти, пожалуйста, оригинал вам предоставят. Что-нибудь, аналог какой-нибудь достойный, тоже все предложат. Человек грамотный, во всем разбирается. У меня даже голова не болит. Звонишь ему, говоришь, Сань, вот ВИН, что нужно, там, тормозные диски. Он тебе предлагает, там, на выбор три варианта. Уже смотришь, отзывы читаешь. Вот это выбрал, пожалуйста, все, оформляй, там, несколько дней. Все по-разному, приезжает тебе запчасти. Забиваете номер. Лехи, кто занимается химчисткой, полировкой, когда-то вам это пригодится, вы в первую очередь поймите, экономите ваши деньги. Конечно же, на Стаса Асафьева, на его контору я оставлю также ссылочки в описании. Поймите правильно, парни, покупка машины, это не та покупка, когда нужно экономить. Если уж ты решился купить, особенно на вторичке, машину нужно тщательно проверять, чтобы у тебя был с тобой человек, которому вообще пофигу, купишь ты ее или не купишь, а он мог тебе дать только грамотный совет, там, посмотреть, помочь тебе правильно провести сделку, осмотреть автомобиль. В общем, чтобы вы понимали, что вы покупаете, чтобы потом не приходилось плакать. Вот такое у нас получается первая серия. Я вас познакомил с автомобилем. Я вам объяснил, почему я выбрал эту версию. Самая доступная версия, самая часто популярная версия, пользуется спросом у молодежи. Во второй серии я учту все ваши комментарии, соберу больше информации, сделаю ее более динамичной, покатаемся, расскажу вам про автомобиль, уже совсем другие там эмоции, как владелец. Друзья, обязательно подпишитесь на инстаграм нашего канала, потому что там, ну, серьезно, выходят только свежие новости. Все, что происходит, туда только полезно. Никакие фотки серии «я сижу, кушаю», я туда не выкладываю. Я вам честно скажу, я своей покупкой доволен, огромное спасибо всем тем, кто меня порадовался, кто меня поддержал, стараюсь, стружусь, работаю. То есть деньги с потолка не падают, ни папа, ни мама мне ее купили. Честным трудом, друзья, опять-таки, было бы дохрена денег, естественно, купил бы новую машину. Но в силу того, что я машину покупаю на полтора-два года, покупать новую, и после двух лет потерять там 500-700 тысяч рублей, я лично не готов. А так, вторичечка, интересно, не так жалко будет автомобиль, хотя сейчас он для меня действительно прям как новый. Такое ощущение, как будто я его месяц назад с салона выкатил. В общем, сказал все, что хотел. Думаю, на этом стоит остановиться, дать возможность высказать вам свое мнение. И после этого, через пару недель, когда автомобиль у меня маленько внешне преобразится, снять про него вторую часть, где мы уже детально с вами обо всем поговорим. Огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за то, что ставите лайки, ставите дизлайки. Это ваше мнение. Я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго, потому что уже скоро у нас выйдет ролик, что говорят люди о своих автомобилях, где главным героем будет Шкода Октавия. До новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok